МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 июля 1943 года. 757-й день войны. Сегодня на Брянском фронте крупная группировка пехоты и танков противника при поддержке артиллерии и авиации перешла в контрнаступлении против 61-й армии. Немцы пытаются отбросить наши силы за реку Аку. В ходе напряженных боев немцам удалось задержать наступление советских частей и добиться незначительных местных успехов. Воронежский фронт. Маршал Жуков, находившийся в этот момент в штабе фронта, вспоминает. Нам довелось лично наблюдать ожесточенные бои, в районе совхоза Комсомолец и Ивановских выселок. Переистывали 29-й и 18-й танковые корпуса. Здесь противник оказывал сильное огневое сопротивление и даже переходил в контратаки. За 18 июля армиям Ротмистрова и Жадова удалось оттеснить его всего лишь на 4-5 километров. Сегодня в час дня на городской площади Краснодара приведен в исполнение приговор суда пособникам немецких оккупантов. Все они служили в зондеркомандах и принимали участие в арестных пытках и казнях советских граждан. Открытый судебный процесс над преступниками начался 14 июля 43-го года в кинотеатре «Великан». И признают, что я был прямым соучастником всех этих деяний. Судил немецких пособников военный трибунал Северо-Кавказского фронта. 8 человек советских граждан приговорены к смертной казни через повешение. Трое других приговорены к 20 годам каторжных работ. Это первый в СССР судебный процесс по делу о зверствах оккупантов и их пособников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова